Ты сказал, что он имеет право разбить мой телефон, потому что я его снимаю. Вы не имеете право снимать. А я тоже право, да, ты меня... Ты меня разобьешь. Это кто? Ты чё охренел? Ты чё охренел? На Деду Морозу напался? Ты чё охренел? Ты чё охренел? На Деду Морозу напался? Чё вот вы вот это зачем устроили? А как себя вели ваши коллеги? Знаете, такую боль, которую принес мне охранник, я не помню, когда последний раз от боли кричал. Я не знаю просто как я выгляжу. Ты записи видишь, видео? Вот у тебя этот фингал, чтобы зрители видели. А, ну блин, да. Чё рассказывать, чё было? Чё было, блин, напала охрана, у нас остались следы. Остальное всё... В общем, локоть болит, плечо болит, руку вывернули. Так прям сразу не могу показать. С головы ударили в голову охранника. И всё за то, что я снимал в торговом центре. Так что... Вот так вот. Ну, поздравлю, Борис, и все военные с тобой. Ну да. Какой мой? О, мальчик! О, мальчик! Опять вы? Здравствуйте! Я отдел полиции, прапорщик полиции Богданов. Слушаю вас. Прапорщик Богданов, вы почему мне руку прищемили? Я вам руку не включу. Что вы врёте? Младучек, видишь, что я вам руку прищемил? Есть, нет, нет. Камера видела. Камера видела. Извините сначала, потом больше умерли. Да. И ногу, ногу мне придавили. Не знаю, дверь за голову, а вы сами ногу подсунули. Почему забор? Ну, я вам сказал, аккуратнее у меня нога. Водички! О, зачем тебе домашние? Зачем тебе домашние толкаете? А тут вам сейчас блок заявляет! Затройте! Мы же вас не толкаем. Водички можно садить? Дайте блажные явления! О, давай! О, какой? Вдевайте! Рука! Да у е вай! Да что ж такое-то? Дедушка, тебя тут вообще шовни ваши не ставит. Да и мой, итупалит, в ту руку отдавят. Поб weilstuk to run After AEU Вы от нас что хотите сейчас мыло выдавляється? Что случилось? Что у вас случилось? У меня пытался похитить камеру сотрудник этого магазина. Таким по какому那個 вообще? Вот, пойдёмте покажу, если он не сбежал ещё. Показать вам? Что вы от нас хотите, pien Global что от нас хотите? Ну, человек хотел похитить открыто чужое имущество. Как вы думаете, что я хочу от полиции? Я хочу, чтобы вы привлекли его к ответственности. Да, я вызвал. Потому что поступила жалоба, что люди мешают торговым процессам. Они отвлекают. Торговый процесс идет своим чередом. Можно я скажу? Нет. Почему нет? Такой процесс идет своим чередом. Никто не мешает. Здесь нет ни одного покупателя. Все выражаются цензурно. Выражаются нецензурно выражали. Вы на кей обиделись? Вот это. А вы как, имеете право оскорбовать человека? Его спросили, гей он или нет? Слышные. Вы мне очень такое скажите. А вы гей или нет? Вы мне скажите такое. Гей он или нет? Вас спросили. На каком основании вы мне такое заявление делаете? Вы сами сказали, ему выдвинули требование спросить. Это просто великолепный ответ, полицейского. Не, я не против гея. Пускай в полиции служат геи. Какая разница, кто там они? Вы заявляете, что я гей? Я спросил, а вы ответили, что я гей. А я нет, я вам ничего не ответил. Ну, я не знаю. Ну, все, давайте демагогию не разводить, давайте действовать. Так, что вы нам хотели сказать? Вот вы по грамоте. А вас жалоба смотрела. Вы видите, что сейчас чем-то мешаем? Здесь реальный цирк. Вы видите, что мы чем мешаем? Вы видите, чем мы сейчас мешаем? Вы видите ситуацию, о чем я вам вывожу. Что нарушает человека? Зачем вы пристаете? Он за нами ходит, друг за нами ходит. Он за нами ходит. Он за нами ходит. Он пришел сюда, мы тут стояли, я выбрал сумочку под камеру, жду, у них не нашлось, у нас нет такой, я попросил отзывов и предложения, чтобы сделать предложение, чтобы такую сумочку мне шили на заказ, они мне кличку до сих пор не принесли, я жду, они сами сказали, ждите, мы ждем отзывов и предложений. И к нам вот пристают охранник, ну Женя не пристает, ну вы же за нами ходите, вы же за нами ходите, ну вы же за нами ходите, нет, руками нет, ну в смысле я же не сказал, что вы руками нет, ну рядом с вами, а удостоверение они пристают, а вы не знаете законодательства Российской Федерации? В общем менеджер готов написать заявление на этих молодых людей, да, в полицию, что мешают торговому процессу, а кто нас терпил это, покажете пальцем, еще раз, терпила кто, пальцем покажете, я ваших вот этих вот непонятных выражений, честно говоря, не понимаю, граждане России так и выражаются, да, сейчас как-то вы, а вы же там за рубежем молчите, молчите там вообще за рубежем, да, молчите там вообще за рубежем, да, он далеко стоит, Я ругался, вы это слышали, что я ругался, я ругался, я ругался, я ругался, где вы гнили на улицу, вы слышали, я не ругался, ну там в М на улице, спец с вами Вы человека-то задергали, которому мы вам сказали? Нет? Какого человека? Который матом ругался. Который ряженой форме. Который к человеку он пристал... Не задергивали? Мы не видели. Я понял. Вы помните меня? Я вам делал заявление. Человек хотел похитить камеру, человек хотел похитить мое имущество. Я хотел бы, чтобы вы его задергали и доставили в отдел полиции. Я говорю, как зараза. Я знаю, кто сейчас бронежилет на голове, что ли? Ничего, все просто в обратную сторону отлетает. Внутрь ничего не заходит. Вы заявление приняли от меня. Два я вам подал заявление. Какое-нибудь письмо? Усно. Усно. Это Дед Мороз. Приенес. С Новым годом! Прогляйте номер какой? Номер. Потому что в ход того блогера, позавчера здесь был охранник, были герои, а малхамеры телевод будут охранник. Охранник. А полицейские говорят, что все нормально. Я объясню, спасибо. А Дед Мороз говорит, что у него не меры, и они не принимают, поэтому много мовороги. Игрыжу еще. Юра. Юр. Так, ну что с грабителем-то будем делать? С каким грабителем? Который пытался похитить открыто мое имущество. И мое, кстати. Где? В магазине? В магазине, тут, вот буквально. Да, и убежал. Да, мы за ним пошли, соответственно, чтобы зафиксировать его. А он, соответственно, убежал вниз куда-то. Потом куда-то вернулся в перчаточках, видимо, чтобы пальчиков не оставалось. Вот тут постоял, мы к нему подошли, сказали, ну что ж ты делаешь-то. И он все, опять убежал куда-то. Вот. Давайте его найдем. Бородатый такой, давайте. Пойдемте, пожалуйста, обратим внимание. Пойдемте. По появлению. Пойдемте за мной, пойдете? И привлечении его к ответственности. Он у вас укажет, что вы сейчас поедете в полицию. Я? Заявитель. Я заявитель. А вы хотите скрыть свои все правонарушения сейчас без действия и добрать заявителя? Вы меня не пустите в полицию, меня не пустили в полицию. Пустили, вы же заявитель. Не, я к вам не поеду в полицию, я вам протектуру устное заявление, потому что я вас боюсь. Вы ко мне применяли насилие в вашем отделе полиции. Что, палец мне вот отдавили? Вон он, видите, посинел, по криву. Да. И вот ногу тоже отдавили. Хотя я говорил, мне больно, не делайте этого. Что же вы за люди такие? Конечно, болит. Я потом побои сниму. Но только сейчас вы примите меры человека. Обратитесь с ним. Да. Я обращусь обязательно у себя по месту жительства. Сниму побои и в следственный комитет на вас напишу заявление. Ну, на отдел полиции в плане, чтобы установить личности. Там, преступников, по моему мнению. Так, а сейчас-то мы будем ловить грабителя-то? Или будем бездействовать? Выбирайте. Мы будем ждать. Будем ждать. Менеджер, Мерсина. А если она укажет, что будет ей решать работать, все другие направятся к нам в любую позицию. Все, да? Все люди? Все. На кого покажут? На всех покажут? Кто пререкался? Хорошо. Я пререкал, вы пререкали. А что нельзя пререкаться с менеджером? Ну, если вы отрываете их. Я их срывал. То есть, смотрите, вы тут за 150 тысяч, образно, купили ботинки. И вот они вам жмут. И вы говорите, они мне жмут, верните мне. Я образно, образно. Вот. И вы с ней, получается, конфликтуете, правильно? И вот за это надо запирать в полицию. Правильно? Сотрудники охраны сделали замечание. Какое замечание? Сотрудники охраны. Удостоверение вы не проверили? Ну, они же сотрудники охраны. А с чего вы взяли? С чего вы взяли? С того, что вы с ними водку пили, может быть? Сотрудники охраны знают закон о частной охране декции. Это за 100 тысяч. А эти товарищи не знают его. Они говорят, плевать мы на них на этот закон. Они находятся в магазине. Что? Оделся ряженый. А то есть, если мы форумы купим? Вы охранник, вы работаете? Вот вы говорите, они охранник, а я охранник. Ну, докажите, что нет. Смотрите, наша охранник говорит, что мы ничего здесь не совершаем. Я говорю вам, ответственно говоря, что вот эти люди ничего противозаконного не совершат. Я разрешаю им здесь ходить, смотреть, снимать, разговаривать, общаться, разговаривать с менеджерами. Да, ну я же охранник. Я вам заявляю. Я охранник. За вас, что вы работаете? Мы разобрались, что эти люди ничего не нарушают. То есть я не усматриваю в их поведении ничего противозаконного. Вообще не усматриваю в их поведении ничего противозаконного. Вообще не усматриваю. Ой, как с вами тяжело все-таки, да? С нами, посмотрите. Да, без вас это не было бы. Мы бы с вами силами разобрались. С ноги на ногу переваливается, ничего не собирается делать, просто стоит. То есть мой гражданин сообщил от выступлений, которое здесь совершилось. Он стоит и здесь. То есть здесь будет ссылочка, пишите. Не стесняйтесь о выражениях полиции. Да, чтобы на такие полиции... Да, конечно. Я что, препятствую вам, что ли? Да, что как можно больше заявлений на такие люди, чтобы вредить вот этот человек. Я прошу... Наверное, его не уволят, но он будет хотя бы реагировать, когда я буду просить, когда гражданин что-то сделать. А так, видите, он понял свою безнаказанность. Ну, все тут какие-то блогеры собрались, что я буду еще искать кого-то, выяснять какие-то личности, да? То есть ему это не нужно, ребята. И вот этот очень показательный пример на этом человеке. Зачастую, может, вы просто мало сталкивались с полицией, за счастую приезжают на такие полицейские, которым просто пофиг мне на все. Но он уже не с подпалки прямо гнает. Давай иди работай. Работай. Нифига. Видите, стоишь. Нет, почему? У которого магазина есть денежки, почему-то они собираются отрабатывать. Вы что у них на довольствие состоите? Скажите мне честно. Вы сказали, сейчас заявление поступит от менеджера, и вы тогда всех доставите. Сейчас вы ничего не делаете. А как от них поступят, так вы что-то будете делать. Вы от них кормитесь? Скажите мне честно. Да или нет? Это прямой вопрос. Да или нет? Вы стесняетесь ответить, что да? Ну, кормитесь, берете с них, возможно, товаром, денежкой, я не знаю. Берете с них что-то? Берете с них что-то за услуги свои? Скажите. Я прихожу в магазин. Берете с них или нет? Скажите, вы да или нет? Что вы, как девочка, увиливаете? Ну, что вы так? Я покупаю продукты в магазине. Скажите мне в магазине. Ну, или в дите. Молодец. В следующий раз берите с собой меня, потому что я вам покажу, что покупать. Вы явно наелись просрочки. Я вижу по вашему поведению. Поведение у вас просроченное. Такое уже не в тренде. Там крысы бегают. Мы вчера только ловили крысу. И пьяного директора. И пьяного директора. Конечно. Мы добились полицейских. Да. Конечно. А вот вас мы тоже добьемся от вас исполнения закона. Вроде. Это не считается. Вы поймали? Я так понимаю, если кто-то говорит, что кто-то кому-то мешал. Допустим, я скажу, что вот этот персонал весь мне мешал. Они тоже его заберут. Весь персонал. Так будет? Правильно. Ну, персонал, я скажу, мне персонал мешал работать. Или у нас не все равны? Вы будете собирать все? Ну, мне подождите. Он приятно. Да, я скажу. То есть вы будете собирать всех. То есть так же, да? Вы собираетесь всех забрать. Так это ваша логика? Это ваша логика, да. Что вы собираетесь всех забрать. Я полностью спонтую. Его избили позавчера здесь, если что. Вы не перевозили. Вот здесь, серьезно. Да. Избили. Кто? То есть, это больница. Вольница. Вы будете собирать себе сотрудники? Как-то ведь будет. А когда вы говорите наоборот, что вы будете. Когда видно будет что? Когда будет видно взятку, скажите мне честно? – Какую взятку? – Какую взятку? – Ну, какую? Я не знаю, большая или маленькая. Какая вас устраивает? Я не знаю. Такое слово даже не знаете. Вы даже не понимаете сами. Вы хоть раз-то ответьте. Берете вы взятки или нет? Скажите, сегодня брали или нет? Да, какие-то. Сегодня не брали. Все берут, а нет. А, а, действительно, а почему вы не как все? В плане покурить, а взятку берут недобросовестные сотрудники полиции. Его избили вчера, еще раз объяснили. Тем временем, там столпотворение, Красная площадь, Красная площадь, вон Кремлевская стена, под стенами Кремля избивают человека, полиция бездействует, офигеть, 2019 год, Россия, Деда Мороза даже побили сегодня в полицию дверью и руками тоже потолкали, офигеть. Что, нашли грабителя-то? Не знаю, вы же ни на кого не указываете, укажите. Так вы убежали. Как он? Да, убежал. Прямо как грабитель. Отошли. А, то есть заявление не надо, да? Ладно, заявление моё, номер, пусть подскажите. Я никогда от прихода не отсталил, я все время нахожусь там. А я потому что хочу, чтобы вы действовали. Пусть говорят. Пусть говорят. Как говорил Малахов, пусть говорят, да? А в доме 2 и не такое говорят. Просто вот данный субъект, жизнедеятельность, Женя доставлял мне не только моральные нравственные страдания, но и физические путь. Вот чем дело там. Вот чем дело, в отличие от Старлея. Ну что, пойдемте, я вам укажу, что ли, на человека. Вы готовы идти со мной? Конечно. Пойдем. О, наконец-то. Он где-то должен быть вниз. Где он? Внизу он был где-то. Внизу был. Внизу, ну что, тяжело, конечно, но придется. Служба такая. Может, вы все спуститесь вниз? Так вы достаточно одного полицейского, чтобы… Я думаю, что вы все покажете. Вы чтобы за все пойдете. Хотелось бы у вас лесенки все-таки первым. Я после вас. Хорошо. Не привык, когда мне спину дышит. А я могу задерживать дыхание, знаете, на сколько? На 3 минуты. Я за вас очень раз пускайтесь. Что? Я за вас. Я за вас. Дыхание задержал. Заново. Давайте лифт высажем. Проходите. Да что, что вы такое… тоже трусить ну проходите проходить давайте вот смотрите видите как я умею ходить на всякий случай держаться буду у вас такие будут хорошие кадры потом можете приобрести мостик посылки а придется придется выучить наизусть а придется придется они не хотите заставим вот придется заставить ну проходите вон я вот вы боитесь меня да не буду вам дышать вот человек дышит вон спину вы боитесь так я тоже мим пройду ох уж это гомофобия нет у меня нет нет я ко всем геем к полицейским одинаково отношусь для меня все равны так вас заявитель ждет я вообще я жду тут любовницу она кстати полицейскую форму носит я просто над ней как бы это свои все я нет я тут и жду я жду здесь свою любовницу она полицейская я ее иногда наказываю ну как бы свои обиды вымещаю такие огорчения на ней а и нравится между прочим следователь сказать какому углу юго-восточный ой не восточный ну там короче меня напротив я не не помню там как-то рядом они все ну вы проходите ну что дамы вперед прошу вас у вас это у кого отдела полиции нет у кого дам это я у вас лично ли у всего отдела я вопрос задаю вопросом нельзя оскорбить мне мне не надо пройти я здесь жду дамы сердца ведь я сознался что я вот гетеросексуален вот а вы в этом не хотите сознаваться мы вокруг уже пошли ходите до вокруг но вы же медленный да не гомосех он не гомосех он не гомосех я серьезно ну правда он али я так использовал это не сказали сказочный персонаж ну да не буду я вам ничего вы будете грабителя ловить нет пойдемте пытался через тридцатую третью да так законы знаете а вы нет а вы обижаетесь на людей ну вот породе знания закон 161 часть 2 через тридцатую третью вот вам палочка вполне я за вами за всеми вот заявитель они вы тоже самое слушайте заявляете много чего я потому что вам это неинтересно пойдемте вот я иду все вот заявитель тут я иду я иду я тут господи боже дай мозгов вот в новом году вот желаю полицейским мозгов вот реально идите уже за мной с новым годом вас мы вам желаю вот я вам как дедушка мороз желаю мозгов вот реально а у меня есть спасибо у меня есть так пойдемте за мной а вам лишние мозги что ли я вам еще живая пойдемте ну господи вот он один остался вы думаете он зло снеги юга такой вот возьмет вас изнасилует не будешь насиловать честно олени один раз не полицейский давайте пройдем то есть там бывший мент так попрошу не оскорблять все пошли в общем и вот такая телега уже сколько наверно но минут десять точно что происходит как по мне это процессе отказывается исполнять свои свои обязанности искать нарушителя просто стоит и делает какие-то нелепые отмазки что только после того как мы сделаем несколько шагов он и пойдет а так он действует не собирается будь как дома то витон для полиции как родной какое волшебное слово вам сказать что вы пошли вам сколько лет в учет детский сад то играете детский сад играет но вы когда закончите позориться пойдем дальше я считаю что вы позоритесь потому что мы 20 минут вас как девочку уговариваем пройти реально исполнить свою службу я сказал исполнен а исполните конечно я живу исполняю прошу вспомните когда-то либо или вы сейчас исполняете вас сейчас длящийся в этот процесс или он когда-то ладно вы скажите мне вы мне когда ногу давили вы случайно это сделал но вы случайно это сделали извинились бы да и все мы хотим мы хотим человеческое человеческое лицо полиции видите они вот так вот отдавил очень хотелось бы очень хотелось да но не получается дедушка мороз на следующий год хотя бы ну сделайте нам нормальную полицию нормально ну хотя бы наполовину надеюсь что старую перекосит грижа герпес геморрой ну плохих полицейских я не вижу только плохих полицейских которые совершают должностные преступления вот позовите пожалуйста а если вам покажу сможете опознать вы сможете позвать всех бородатых сюда что полиция вам не а то есть нормально что он возможно преступление совершил не надо его отвлекать от клиента ну с клиентами работа ну тогда святое дело пусть хоть наркотой тут торгует главное с клиентами работать чтобы не отвлекали да какой хороший ловитон вот я предположить не мог что такой качественный хороший дорогой магазин могут работать такие сотрудники вообще это вот как полиция столько бабла а толку 0 до ну что я вот тут его не вижу давайте да не собирает 5 одевайте форму приходить удалось снимать свою я не устраивать проходите комиссию а мне ваша немножко мало мне кажется будет у тебя звание побольше у меня есть разрешение одевайте форму поэтому я согласен давайте смотрите как на вас люди смотрят с новым годом с новой полиции доброкачественной это все вы не будете показывать проходите ищите я не вижу вот его сейчас он 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 ушел ну а я чего могу ну все тогда зарегистрируйте информацию в КУСП пускай участкового или следователь разбирается все хорошо да что здесь попытка грабежа была все что да нет его здесь он сбежал скрылся нет ну вы зарегистрируйте информацию что было такое а следователь будет разбираться все ко мне еще вопрос есть все к вам больше нету что вы тут стоите а вы извиниться не хотите вот за ногу нет ни капельки до передаст зарегистрировали ну не знаю передаст он передаст он или не передаст вот я не знал тогда не но по-человечески то извините не хотите за что вы же не ногу давили ни капельки я не помню ну хватит я не помню ну вот вы выж нас клоунами называли мы вашему не по-мужски себя ведем по-мужски ну реально же отдавили ногу мне палец может не вы мне прищемили я не видел честно скажу ногу точно вы отдавили я не видел как и вы но случайно вы мне хотя бы случайно начало умышленно это дело я не знаю вот я тоже не понимаю как полицейские могут желать мышцы нужно никогда я была на до свидания прощайте прощай мой друг я считаю что это плохой полицейский поэтому пожелаем ему грыжу герпес геморрой но он даже вова бывший мент его вот не уважает не знаю о кома речь была хотя у тебя звание насколько больше его был а вы здесь работаете такой молодой человек улыбчивый смотрит за нами наблюдает думали ну хоть один позитивный сотрудник будет начальник книгу отзывов нам нужно да по моему в этом книгу отзывов дайте пожалуйста как не можете помочь вы ничего не строитесь от нас чего убегаете-то в женскую раздевалку что ли побегали так вы штаны снимите юбку наденьте друзья вот что это за поведение попросили книгу отзыв он взял убежал сначала на ту кассу потом на ту потом вниз убежал где его мальчик будем надеяться что исчезнут и все покупатели отсюда и такое магазин ищите ребят оставляйте обязательно отзывы о этом месте на гугл карта где горечь надо оставлять отзывы гугл картах на яндекс картах чтобы люди знали что здесь происходит молочек вы здесь работаете мне нужна книга отзывов вот в пятый раз вас прошу лично я а вы продавец служб безопасности но вы сотрудник магазин правильно не 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 торгового центра ну значит вы можете предоставить книгу отзывы она все есть магазин а где уголок потребителя у администратора целый угол потребителей вы знаете что такое это вот такой стенд должен быть где права потребителя так сидим да вот где он внизу нет у нас команды мы смотрели подвале ну вот мы на самом нижнем этаже на всех этажах нет а то есть уголок потребителем недоступны для потребителя месте да ну я думаю что клиенту допросит его предоставляют а так как нет администратора поняли а вы знаете какая ответственность предусмотрена за непредоставление книги за тут за отсутствие уголка потребителя ну привет администратору что могу сказать законный выходной ну и значит для всей россии же да значит в законные выходные администратора можно нарушать закон правильно все правильно вот ну я думаю распотребнадзор привлечет за непредоставление книги и отсутствие уголка потребителя в доступном месте ну а деда мороза пожелаем всем плохим сотрудникам этого магазина грижу герпеса геморрой вы хорош сотрудник но вы не кидаетесь на людей хотя бы правильно но надеемся что грижу герпеса геморрой вас если вы хороший сотрудник обойдет страны с новым годом сотрудник магазина нам утверждает то что уголок потребителя существует но существует в подвале куда нет доступа посетителям вот то есть ну не знаю существует он на самом деле нет для меня это загадка но так вот он говорит это что выдать нам у его уголок потребителя целиком может только администратор который в отпуске ну выходной 9 дней для меня это непонятно может быть а что там у нас я буду подаваться там а лучше как у вас тут прохладненько прям здравствуйте девушка а вы клей витон относитесь нам бы книгу отзывов если можно а вот горы тут избили недавно вот избивали прямо забивали можно сказать руки ему ломали я вот лично в больнице был видел его боль и страдания на это была 6 дедушка мороз дедушка мороз желает тебе здоровья спасибо хорошо что здесь можно отдохнуть но и нас сегодня не избили но мне кажется в этом заслуга нашего количества и нашей нашей сплоченности на самом деле а как вы думаете почему нас сегодня не избили то есть ты считаешь то что охранники нападают только на самых слабых я считаю когда они видят перевес силе они здесь то есть ведут себя как животные ну что ребятушки вот так вот такой вот у нас луи витон один из самых дорогих магазинов в принципе в москве и в гуме так вот тут нападают на людей пытаются отобрать камеры да такие тут сотрудники такая тут полиция вот и китай города пишите обязательно в комментариях кмин в описании наверно будет ссылка на жалобу да что на полицию что на этот магазин да отправляйте пожалуйста не ленитесь должно быть 100 200 300 400 500 жалоб и должны быть привлечены все кто нарушает закон к ответственности мы в этом уверены ну а вы подписывайтесь на канал поставьте этому видео лайк расстраните в соц сетях поставьте колокольчик что приходили уведомления и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм канал в инстаграме все самое важное свежее и новое все всем удачи всем пока боритесь за свои права и с новым годом вас до новых встреч луи виттон на канал там подписывайтесь локольчик нажимаете ставьте лайк распространяйте видео подписывайтесь на инстаграм и телеграм поэли 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 поэли